Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Иоанн Тераутс. И это комментарий для первого послания апостола Павла к фессалоникийцам для библейского портала экзегет. Мы с вами разбираем сейчас четвертую главу. Здесь есть несколько очень интересных и важных моментов, на которые мы с вами обратим внимание. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в честь, святости и чести, а не в страсти, похотения, как и язычники, не знающие Бога. Итак, давайте с вами обратим здесь внимание на следующее. Напомним, что фессалоникийцы, в прошлом большинстве своем христиане, фессалоник, бывшие язычники. Языческие культы очень многие сопровождались определенными блудными состояниями, и как раз-таки именно за этот крючок человек очень плотно уцеплялся за те или иные языческие обряды и ритуалы. Но апостол Павел, похваляя фессалоникийцев, радуясь о них, он умоляет Христом Иисусом вспомнить о заповеди Иисуса Христа, что воля Божия — это освящение ваше. Что значит освящаться? Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в честь, святости и чести. Итак, освящение. В Ветхом Завете понятие освящения, будьте святы, потому что я свят, в, например, книге Левит, повеление говорилось о некой выделенности избранного народа, людей избранного народа из среды язычников. Вот они поступают так, а вы так не поступайте. Здесь есть эта идея. Идея отличия христиан и христианских понятий радости и удовольствия от понятий язычников. Но здесь также говорится о следующем. Когда мы внутри церкви, мы святы святостью Божией. И, соответственно, святой сосуд, священный, посвященный Богу, не может подвергать себя этому осквернению. Но дальше очень интересная пассаж апостола Павла. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. Что же за свой сосуд? Здесь среди святых отцов существуют две различные точки зрения. Первое. Свой сосуд — это свое тело. В святости и честности здесь все понятно. А второе — это свой сосуд, то есть свою жену. То есть каждый будь со своей женой. Не ищи других. Не вступай в беспорядочные половые связи. Соблюдай ее, чтобы она была тебе верна. И не основывай свои отношения с супругой или с супругом на основании только лишь страсти, только лишь красоты лица и так далее и тому подобное. Потому что так делают только язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбно, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Итак, вообще, как и античный период времени, так и сегодняшний день. Есть определенные законы торговли, законы отношений, таких финансовых или экономических отношений людей. И в этих отношениях всегда есть сторона, которая выигрывает, и есть сторона, которая проигрывает. Скорее всего. Так вот, апостол Павел предлагает другую модель поведения, другую модель обращения между христианами, между людьми, когда никто не ищет корысти. Может быть, это нам может напомнить какие-нибудь даже утопические произведения или утопическую систему, модель управления политического и вообще какого-либо. Но здесь речь идет о отношениях, о подлинности и искренности отношений. Ведь корыстолюбие — это не только о деньгах. Это иногда о связях, это иногда о лесте, это иногда о том, что человек говорит тебе неправду для того, чтобы ты был для него инструментом. Ты перестаешь быть для него личностью, но становишься просто инструментом воздействия. Итак. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак. Непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. О братолюбии же нет нужды к вам писать, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично, предвнешними и ни в чем не нуждались». Одно из самых важных аспектов проповеди христианства — это когда человек действует и живет по тем принципам, которые он проповедует. И вот как раз-таки особенно для внешних важно, чтобы христианин выглядел так, как в идеале он должен выглядеть. И поэтому апостол Павел на это обращает свое внимание. Но далее, конечно, жизнь христианина должна быть тихой, полезной. Он должен питаться от дел рук своих, трудиться. Это важный аспект его существования. А дальше апостол Павел говорит очень удивительную и интересную вещь. И кажется, а к чему она в контексте данного послания? Мы ее часто слышим на отпевании, например. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в воскресе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищенней будем на облаках, встретение Господа на воздухе. И так всегда с Господем будем. И так утешайте друг друга сими словами». Среди христиан возникло недоумение. Они причащаются, а Христос сказал, что кто будет есть телом, пить кровью, и не увидит смерти. «Я его воскрешу в последний день». Ну, много таких частей в Священном Писании, когда причащение тебя делает чуждым смерти. А тут братья этих самых фессалоникийцев вдруг начали умирать. И фессалоникийцы, да и как любые христиане, начали недоумевать, почему же так происходит. Неужели Евангелие может, благовествование апостольское может быть лживым. И апостол Павел как раз-таки здесь предлагает им учение о воскресении мертвых. Здесь также стоит обратить внимание на следующее, что этими словами апостол Павел предлагает утешать друг друга. И что только те люди, которые не имеют надежду, так сильно скорбят в смерти своих близких. Хотя, конечно, здесь нужно сделать ремарку. Смерть близких — это всегда очень серьезный удар по эмоциональной сфере человека. И каждый воспринимает это событие в своей жизни по-разному. Я желаю, чтобы слова апостола Павла были действительно для нас с вами утешением в смерти наших близких. Потому что никто, наверное, от этих событий не избежит. Так или иначе, с течением жизни мы часто наблюдаем смерть наших друзей или родственников. Всех вас благодарю за внимание и желаю всем доброго здравия и сил в изучении Библии. Продолжение следует...